Бабушка Любовь Приветствую Бабушка Столько говорила про вас Здравствуйте Очень приятно Наконец-то вы доехали Ну молодцы Бабушка как всегда Внимательная Ой какой красивый подарок Заходите Заходите Мы очень рады Приветствовать тебя У нас дома У нас в Дагестане У нас в Визгестане Мы до ума называем Смело можно съесть Не опасаясь за свое здоровье Я поэтому говорю что вот мы Мы Россияне в полном смысле слова Угощайтесь Это мы вам завтра покажем Как готовится Это любят у нас очень Поэтому приходится почти чуть ли не через день Два Это пресное тесто Пресное совершенно соль, вода, мука Ничего больше нет С маслом, с яичками, с луком Чудо называется А мы афарад называем Раз ребята приехали Учителя наши будут петь Это учителя школьные будут петь? Да, школьные Учителя такой народ Дотворческий поют А это не потому что все учителя пение Пение учитель один там Остальные физики, математики, лирики, историки там всякие же Как здорово Да, все и добро пожаловать ЗВУЧИТ ЗВУЧИСТВА Н himitation Надежда М и укреп ЗВУЧИТ ЗВУЧИТ Все, конечно, не получится. Не, не, шпаргалка не надо. Вот память-то уже. АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите. Вот он, древний город Дербент, которому фактически пять тысяч лет. Мы стоим на территории самого древнего города России, цитадель Нарынкала, то есть солнечная или же гранатовая крепость. Это наша гордость, это наша ценность. Есть там следы и остатки от ядерных орудий, ядро, я извиняюсь. От ядер, от ядер. Я не русский, у меня 50% скидка. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Прошу. Это ям, так называемый, зимдан. Сюда сажали узника. По-русски говоря, КПЗ. В фильмовиков это было нормально, все воспринимали это как должное. Так что вы не переживайте, с ним обращались гуманно. Есть такая легенда, что отсюда сбрасывали неверных жен. Ничего, 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 ничего не переживайте, не переживайте, не переживайте. Можешь залезть, Настя. Шикарно. Да я, это да. Сейчас. Прыгать? Нет, прыгать не надо. Вот здесь есть лестничка такая. Да. Вот отсюда немножко сейчас самые интересные места. Хан был вообще однолюб, у него был всего один гарем, в отличие от… Ну иногда случались, видимо, такие моменты, когда… Вам плохо? Ну я боюсь этого страха. Ну мы так горцы, мы как-то привыкшие, да. Да, 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 да. Да, да, да. У нас вообще село очень знаменитое село, Ахты. А на самом деле горы у нас очень просвещенные горы. Вся жизнь регулировалась обычаями, потому что в милиции не было, в прокуратуре это все. Вот это обычаи, это обычаи, это обычаи. Да, здесь тоже обряд показан, это кровавая свадьба, картина называется. Ну тогда все приоружии были. И сейчас говорят, какая свадьба без драки, да. А вот разнять с оружием, это невозможное дело. Всех кинжалы, видите, пустили в ход. Вот когда женщина обнажала голову, бросала платок, кто-то перешагнет, если не остановится, это был позор на весь рот. А женщина всегда была в платке? Всегда в платке. Ну не чадра, не закрытое лицо, но платок был. Она, молитвенный ковер это, намазлык называется она еще. А вот под ним ковер находится, тоже уникальный ковер. Это ковер делала моя прабабка. Там по-арабски и по-русски написано, вот здесь даты тоже есть. Нет, это для пола ковер. Это не стены, для пола. Сохранить трудно, потому что это море, это сейчас такая моря всеядная пошла. Но самое главное, это тоже наш друг. Вот я вам говорю, есть очень хорошие люди, которые нам иногда, когда попадаются хорошие старые вещи, нам приносят. Вот он один из них. Сразу, покажи, что ты принес, покажи. Чистая шерсть. Из шерстяных ниток связывали мешки. Вот вы по музею ходили, вот здесь очень много вот всего вязаного, но мешка нет у нас. У нас была вещь, каскалы, с высокогория, 140 килограммов. Вот, это домашняя пекарня. Домашняя пекарня – отдельное помещение, да. Это не кухня. Это только хлебная комната пекарни, да. Пекарня. Айна Пекарня. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Это лепешка в тандыре, да? Нет, это хар. Вот такой именно хреб, вот такая форма хлебопеченья. А, я не знаю, еще есть ли у кого-то, поможем ли у кого-то из народа? В другом, да, ощущается? Вообще. Кушать, да? Есть в горном уздовьях. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Нариман Сулманович, а что заставило людей так высоко в горы подняться? Жить на низменности было очень тяжело. Очень большая жара. И вот эта жара способствовала распространению многих инфекционных болезней, очень много насекомых, в частности комаров. Малярия до такой степени косила людей, для того, чтобы заготавливать семы для скота. Наших людей, мужчин, оставляли в низменности. Они заболевали, умирали. Те, значит, матерь, чьи сновья оставались на ленту в Шерманской, Мурганской степи, которые оплатили, как будто бы на свете нет. И другой вопрос еще. Межопщины трения, войны. И многие племена были вынуждены подниматься все выше и выше. Представьте, посмотри, да, это село. Фактически только с одной стороны доступ сюда. Тут река, обрывы. Один только вот тот верхний перевал можно перекрыть. Уже доступа сюда иностранным, значит, ордам, неприятелю нет и не будет. А у вас, наверное, говорят в деревне, сегодня облачно, если облака заползли во двор? Не всегда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо большое. Спасибо, что приехали. Так и подарки нашей бабушке приготовила. Это наши задистанции. Джурабы, да? Джурабы, да. Вот. Ой, сколько. Маме вашей. Спасибо вам большое. Вы такие очень приемные. Так здорово. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Удачи вам. Спасибо. Всего хорошего. Теплый в прямом смысле слова подарок. Привет. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok